Заходите, если хотите, посмотреть, как мы живём. Это мы всё с тестем своим рукам устроили. Евгений Митрофанов попал на войну в 20 лет. Побывал на фронте и телефонистом, и пехотинцем, и разведчиком. В 11 боях я участвовал. Сейчас Митрофанов живёт с внучкой в Киевской области. Его единственная дочь в Крыму. Иногда наведывается в гости. Вот только я недоволен, что рано моя жена очень умерла. Но одинокий Митрофанов себя не чувствует. В свои 95 лет ходит в Совет ветеранов. Сам ухаживает за огородом и следит по телевизору за новостями. Всё там разговоры идут об Украине, о Сирии, в Иране, о событиях в этих странах. Вот тут Корея. Всё Северная Корея там хохорилась, хохорилась. А теперь пошли на мировую. Это же отказывается от ядерного орудия. Иногда Митрофанов рассказывает о войне на встречах со школьниками. Ну, дети задают много вопросов, интересуются. О событиях, которые происходили, в каких я участвовал, что я делал, за что награды там не получал. Он не из тех, кто привык жаловаться на жизнь или на государство. Говорит, что пенсии в почти 350 долларов вполне хватает. Такую поддержку, когда пенсию лечили два раза, разве это не поддержка, что мы себе можем уже кое-что позволить. Я могу пойти в платную поликлинику. У нас так, пойдёшь электроэлектрограмму делать и потеряешь несколько часов. Я за 10 минут там делал электрограмму в платной. Семён Пуземский – советский снайпер. Прошёл Вторую мировую от Прибалтики до Беларуси. Лично убил 87 фашистов. Сейчас живёт в однокомнатной квартире панельного дома на окраине Одессы. Приглашает выпить немного вина. На майские праздники его принёс сын. Это, как говорят, водка хороша, вино тоже неплохо, а вода – одни микробы. Всё ему лаконично. Пуземский живёт один. Жена умерла, дети разъехались. Но, говорит ветеран, на недостаток внимания не жалуется. Сын помещает, прилетает с Австралии, внучка, правнуки, сын старший там живёт. Ну, звонят по телефону. Те одни из Канады, одни из Соединённых Штатов Америки. Младший сын живёт в Одессе. Иногда приходит помочь от СУМ. Распоряжается финансами. Если получает мой сын, они получают. Он мне выделяется. Говорит, что он мне ложит на книжку, на доллары переводит. Расколько же уже есть за 10 лет? Оно тебе надо знать. Жилая комната, она же спальня. Маленький музей, сувениров и наград. И, конечно, фотографии близких людей. Это мои родители покойные. Это я в их могиле. По 10? Ну, конечно, на еврейском плавнище. Получается навещать их или уже тяжело? Конечно, нет. Ну, сын ездит. У меня даже там, как написано, смерть не знает запятых. Она ставит точку. Молчаливо помнить всех умерших. Мои правнуки. Одному семь, а ей пять. Они где живут, получается? В Австралии, в Сиднее. В комнате есть и настоящие произведения искусства. Пуземский признаётся, у него в коллекции много антикварных безделушек. Но из квартиры он почти всё вынес и спрятал. Опасается конфискации со стороны властей. Ну, это было в прошлом году. Позвонили. Сказали, что мы знаем, что ваш отец был антикваристом. Потом мне позвонил один товарищ, говорит, Семён спрячь и никого не пускай. Потому что они могут конфисковать. Несмотря на преклонный возраст, Пуземскому 92 года, ветеран выходит на улицу, посидеть на лавочке около дома. С соседями практически не общается. Но героя снайпера знает весь дом. Марина Ступак, Всеволод Ананьев и Николай Квас из Киевской области и Одессы специально для настоящего времени.